Мобиль геймплей и мы с вами продолжаем переворачивать странички обновления 1.7 в мобильной версии игрушки Injustice 2 Mobile. Сегодня мы с вами отправимся в сюжет, потому что его действительно стало интересно смотреть и записывать на обзорчик, вот так на ролик на отдельный, потому что в сюжете наконец-то разработчики над нами сжалились и добавили русские субтитры. Итак, отправляемся в сюжет, четвертая глава, флеш, вторжение, но по-прежнему почему-то разработчики игнорируют проблему того, что, насколько я знаю, по-моему, только на андроиде вот такой черный экран от с начала, когда у нас тут кат-сцены. Это до сих пор не пофиксили и это печально на самом деле и прискорбно. Почему разработчики на такую важную деталь не обращают внимания, мне непонятно. Есть, включились мы наконец-то. И я буду стараться читать по возможности, чтобы, ну, такая озвучка была, дубляж такой в моем исполнении. Нужна помощь, доктор Рэндл? Не знаю, Баррис, связь со спутником пропала, интернет и телефоны не работают. Может, эта старая рация нам поможет? Ты так как здесь освоился? Коллеги не обижают? Скажем так, мы все рады, Бобхобок, жить с флешем, осужденным пособником режима. Помилованным пособником режима? Дай им время. Ты им еще понравишься. База ЛУ, прием. Доктор Рэндл, слава богу, у нас связь везде отключилась. Появились какие-то корабли и сбросили на город армию роботов. Они всех умирают. Не знаю, как долго мы продержимся. База ЛУ. Как быстро ты сможешь попасть в Метрополис? Меня помиловали, все-таки, не словно, никаких сферспособностей. Думаешь, это кого-то волнует, когда нас оттокуют пришельцы? Барри, ты помог сокрушить режим. Поэтому мистер Уэйн попросил меня взять тебя на эту базу. Если сам Бэтмен считает, что ты достоин второго шанса, то даже не спать. Ах, какой геройский флеш у нас. И помчался наш флеш, помчался наш барин, не помни, не зная ни о чем. Что же его ожидает в собственном Метрополисе? А тут творится полная жесть. Да уж, незавидное положение у жильцов Метрополиса. Ай-яй-яй, бедняга, бедняга. Флеш как нельзя кстати пришел. Ну вот так просто флеш навалял всем, кто обижал жителей Метрополиса. Интересно, а как жители Метрополиса называются? Метропольчане? Как я и предсказывал, Барри Алим вернулся в строй. Тактическая группа готова. Им это понравится. Так, ну обычно в начале каждой главы сюжетки у нас такие длинные действительно катролики, катсцены, но это действительно круто. Это круто смотрится, особенно в мобильном исполнении, но это что-то новенькое. До Injustice 2 у нас не было сюжетки в мобильных версиях игр. Меткий выстрел, Дэдшот. Просто заверши, начутай. Твое колено не восстановится так быстро при абсолютном нуле. Господи, холод! Да посмотри, что творится! Да, чумовой денек. Почти как тот, когда рехнулся Супермен, а ты пошел ему помогать. Потом меня будешь мучить, мы должны спасти ни в чем неповинных людей. Этих неповинных людей, которые хлопали Супермену, когда он казнил моих друзей, мою сестру? Прости, холод, но ты никогда не трогал обычных людей. Ты до такого не опускался, черт, не успел я немножко читать? Да, когда-то я был таким. А сейчас все поменялось, и сейчас у нас холод играет на стороне плохих ребят. И у нас новая локация, Метрополис. К сожалению, пока на арене эта локация недоступна. Но, кстати, лично мое мнение, мне, если честно, эта локация нравится не очень. Она вот как-то тусклая, как будто выцвела как-то на солнышке у нас. Ну правда, не хватает что-ли контрастности какой-то. Не знаю. А еще она какая-то узковатая по сравнению с предыдущими локациями. Она реально маленькая. Но радует, что с самого начала она у нас не баганутая и с музыкальным сопровождением. В отличие от локации Горилла Сити, с которой у меня лично до сих пор какие-то проблемы возникают. Несмотря на то, что, да, добавилось уже музыкальное сопровождение. Еще такие жирные противники у нас в третьей главе. По сравнению с предыдущими главами сюжетки, они прям, ну, прям практически непобедимые. Долго-долго приходится над ними трудиться. Давайте-ка вот так сделаем. Я думаю, так будет продуктивнее всего. Также я надеюсь, что у обратного флэша будет суперприем в Египет. Он полетит у нас. Я на это очень надеюсь. Может быть, они решат вторую часть суперприема флэша отдать обратному флэшу. Там, где мы о сфинкс разбиваемся. Так, что у нас? Боюсь, мы победили друг друга. Как-то я забыл, что у нас есть субтитры. Забыл прочитать. Ну, я думаю, вы мне этот досадный косяк простите. И у нас по-прежнему черный экран. И сейчас скоро у нас должна появиться картинка. Все-таки. У нас появилась картинка. И мы не стали смотреть не потому, что я нажал пропустить, а потому, что игрушка решила, что нам не нужно досмотреть. Она нас отправила обратно в меню выбора глав сюжетного режима. Ну что, вторая часть. Ничего лишнего. Флэш. Смотрим вторую часть. Блин, ну не нравится мне смотреть, в чем он экран. Что-то ты медленно бегаешь, флэш. Без практики трудновато. Ах, молочага, флэш. Луган, да что с тобой? Ты должен сражаться против этих пришельцев. У меня нет выбора. Грод вжигил на навзрывчатку в мой череп и держит лапу на кнопке. Так что хочу я этого или нет, я выполняю грязную работу для Грода. Да уж, не позавидуешь у нас дэкшоту нашему. Плохие дела у дэкшота. С нано-взрывчаткой в черепе. Интересно. Горилла самолично взрывчатку в череп вживлял. Было бы интересно за этим понаблюдать. Так, так, пока у нас неплохо комбики набиваются. Хочу дотянуть до третьего спица. И попутно набивать. Ай, черт, 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 черт. Все пошло не совсем так, как я планировал. Ничего, сейчас еще немножко попробуем до двадцаточки. Хотя бы дойти и лопануть третий спец. Но жирные, жирные противники у нас в четвертой главе сюжетного режима мобильной версии. Серьезно, их лупишь-лупишь, а у них такое ощущение, что у них хп практически не отбавляется. Ну, даже почему такое ощущение, так и есть. У них много действительно хп, и полоска хпшная. Жирноватенькая, скажем так. Даже под конец боя, но лично мне немножко уже надоедает и каупить. Но как-то долговато, и правда. Так, еще чуть-чуточку, еще чуть-чуточку, еще совсем чуть-чуть. И мы закончим этот бой, наконец-то. Я читал в комментариях и осмотрел на ютубе у других обзорщиков, ютуберов, видюшечки по сюжетке, и все сходятся в том плане, что очень сложно валить обратного флеша. Знаю, поэтому ничего лишнего. Так, и там у нас должен был появиться обратный флеш. Но мы пока его не видим. Грод сказал, что ты любишь крупные катастрофы. Эбартон, тебе тут нечего делать? И пропустить возвращение Барри Алме? Ах, вот это подача, друзья мои. Слушайте, как же излупили флеша. И нож в плечо вставили, и пулю в ногу пустили, и по морде неплохо надавали. Но флеш в строю по-прежнему. Так, третья часть, взгляд в будущее. И у нас бой с обратным флешем. Кстати, так или иначе, но мои предположения по поводу того, что обратного флеша добавят в обновлении 1.7, подтвердились. И поэтому я могу с полной уверенностью сказать, что периодически у меня все-таки есть какие-то черты от Ванги. И я могу предсказывать, что же разработчики добавят нам в обновлении. Прекрасные, прекрасные кат-сцены. Вот тут сейчас будет один интересный момент, который меня всегда интересовал и смущал. Ну, какой-то такой, знаете, вроде бы реально крупный проект, но разработчики тут решили схалявить. Я сейчас вам покажу, что я имею в виду. Вот смотрите, да, они друг друга кидают по машинам, машины едут, но водителей в машинах нет. Ну, пред, на мой взгляд, серьезно. Ну, как-то мы потрудились бы уже, прорисовали водителей. Ну, серьезно, как-то непонятен этот момент. Барри, я прибежал из-за логкого будущего, чтобы причинить тебе боль. Но это временная ветка, здесь все наперекосяк. Поэтому возвращайся в свое время, антифлэш. Думаешь, я не пытался? Твои дружки изрешимо убили одного из моих предков, и теперь я застрял в парадоксе. Я уже не смогу вернуться домой. Но хотя бы смогу отомстить тебе. Ох, какой... мстивый, обратный флэш у нас. Бегин. И куда же ты побежал? Обратный флэш. Не надо от нас убегать. Слушайте, такая ухмылька у него на его аватарке. Я думаю, что как играбельный персонаж, обратный флэш все-таки станет нам доступен в следующем уже обновлении. Он уже, как вы видите, есть. Все с ним хорошо, но пока он есть исключительно вот в сюжетке. Из чего я делаю вывод, что в обновлении 1.8 он уже станет для нас доступен как обычный играбельный персонаж. Скорее всего, это будет режим испытаний, но мне так кажется, во всяком случае. Хотя они могут его засунуть на арену, но я думаю, после того, как у нас планируется сезон флэша из мультивселенной на арене, я думаю, еще одного флэша просто нет смысла засовывать на сезон арены. О, давайте-ка посмотрим, куда он нас понесет. Нет, все-таки тоже динозавр. Блин, мои надежды разрушены. Я так рассчитывал, что будет сфинксик. Что, 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 друзья мои, он нас вынес? Слушайте, а вот это было реально неожиданно. Я не думал, что он нас одним своим спецприемом, суперприемом вынесет. Это реально, мягко говоря, неожиданно. Ну, естественно, сейчас мы отправимся еще раз с ним подраться. Но как-то я не рассчитывал, что он нас убьет своим спецом. Не, ну, понятно, что я был уверен, что снесется большая часть полоски жизни, но, блин. Но, блин. Что за беззаконие, что за беспорядок такой? Давайте пропускаем катсцену, мы ее уже посмотрели. Можем сразу отправиться в бой. Так, ну, давай еще раз. Хватит бегать от нас. Так, собрались. И я надеюсь, сейчас должны пройти. Слушайте, первый раз в режимной истории я вот так зафейлился. Вообще не ожидал, вообще не ожидал такого поворота событий. Это реально было жестко. Блин, он нам еще и комбо сбил. Вот, да, лучше делай свой второй спец. И мы тогда разведемся с миром. Так, надо хотя бы опять двадцаточку набить. Вот этот спецприем мне нравится у обратного флэша. Давайте и мы отправимся к динозаврам. Немножко экскурс в дискавери у нас. Прекрасно. И чуть-чуть очки у нас осталось. Я надеюсь, обратного флэша не хватит такого количества жизней, чтобы причинить нам вред, как в предыдущей нашей с вами попытке. Так, достаточно тебе? Достаточно, слава богу. Так, тут у нас никакой катсцены не было. Поэтому мы сейчас приступим прямиком к четвертой части четвертой главы. Так, у нас порезанной у нас части главы сюжетного режима в мобильной версии Injustice 2. Поэтому нам приходится постоянно прыгать из-под меню в бой. Итак, возвращение фонаря в флэш четвертой части четвертой главы сюжетного режима мобильной версии Injustice 2. И не знаю, насколько встреч с друзьями мне хватит. Ладно, я загляну позже. Hell? Нет, только не сегодня. Я тоже рад тебя видеть, Барри. С чего мертвого пальца ты снял это кольцо? How? No, not today. Nice to see you too, Барри. Whose dead hand you pry that ring from? No, it doesn't work. Ты же знаешь, что на работе твое кома кольцо избрало меня. Даже когда ты бросил стражей, чтобы вступить в корпус Синестра, стражи бросили меня за решетку. Но они научили меня подавлять мои страхи. Я заслужил второй шанс, который они мне не дали. Стражи совершили ошибку. Ох, какой флэш такой правосудный прям. Вот эта пассивка у зеленого фонаря, по-моему, раньше она выглядела немножко по-другому. Но зато мы теперь четко видим, сколько осталось ударов до того, как щит вот этот у зеленого фонаря пропадет. Так, пошли лаги у меня. Прекрасно. Счет раздупрился. Аллилуйя. Не знаю, как-то хотелось бы, конечно, чтобы с каждым новым обновлением игра становилась лучше. И менее лагучей она становилась. Но почему-то этого не происходит. Я все-таки, конечно, очень жду уже лиги, лиги, лиги. Кстати, раз уж я вспомнил уже о лигах, естественно, хочется вам порекомендовать лигу R2G, в которой лично я состою. Если ты еще не определился, куда же тебе попасть, переходи по ссылочкам, которые я оставлю в описании к данному ролику, чтобы попасть в наш дружеский теплый коллектив лиги R2G. Так, и я понял, что у нас в режиме истории от флэша больше всего наносятся уроны от суперприемов, поэтому будем в основном и не драться. Ну, как-то бедненько в этот раз. Так, еще, 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 еще. Прекрасно. И... Давай, 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 давай. Так, тихо. Тихо, 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 тихо. Фонарь, делай какой-нибудь свой спец. Ну, только... Только не суперспец, пожалуйста. И... Блин, неужели будет второй фейл? Ой-ой-ой, мы выжили, слушайте. Прекрасно, прекрасно. Так, наверное, вот так сделаем и вот так. Все. Фух, я уже подумал, что я на ролик для вас зафейлился опять. Ты сражался не в полную силу, так ведь? Как я уже сказал, я хочу искупить былые грехи. Я прерывал корпус, родную планету и друзей. И это самое ужасное. Сегодня мне все напоминает, как я не сумел стать героем. Как сложно будет вернуть людское доверие. Похоже, мы с тобой на одном пути. И этот путь очень долгий, Барри. Он будет проще, если мы пойдем вместе. Где мой платок? Где мой платок? Слезы так льются градом. Нам нужна помощь. Нет, не ов. Но мне ты дал второй шанс. Потому что ты осознал свою ошибку и помог справиться с Кларком. А если бы Кларк сейчас правил, он бы до сих пор был на его стороне. Я так добавил. Я изменился. Я понимаю, почему ты мне не доверяешь. Но тебе стоит довериться стражам. Это кольцо не пустой знак. Они удостоили мне... Устроили мне ад, прежде чем я вновь его получил. Ладно, я буду выполнять свой приказ. Надеялся, что будет проще, если мы поможем друг другу. Фонарь. Возможно, мне пора расширить круг доверия. Чем я могу помочь? Ты отправишься в Атлантиду. Нашему кругу доверия нужны аквамены и его морпехи. Думаешь, он сможет помочь? Он не появлялся с тех пор как полорежим. И ему не понравилось, что Супермен втянул его в режим. Он точно не будет рад меня видеть. Привыкай. Ну что, вот так заканчивается у нас четвертая глава. И пятая глава, я не помню, что там происходит. По-моему, как раз в пятой главе отправляется фонарь в Атлантиду, собственно говоря. Посмотреть, что там делает Аквамен и переманить его на свою сторону. Давайте мы, раз уж уже тут мы зайдем в спецоперации, посмотрим, что нам тут выпало. Заберем все, что нам полагается. Повторить, подтвердить. Ну, хоть бы раз на ролик выпали... Вот, неужели? Да слушайте, прям даже неплохо выпало. И снаряжение, и монетки, и самоцветы. И что нам Амазонка принесла? Ничего, 325 монеток. Золотишечко. Ну, тоже неплохо. Ну что, друзья, вот такой был четвертый режим, хотел сказать. Четвертая глава сюжетного режима в игрушке Injustice 2 Mobile. Мы игрались за флеша на этот раз. И плюсик громный жирный, что разработчики наконец-то ввели русские субтитры в режим истории. Ну, а вы были на канале Mobile Gameplay. Подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях мнение по поводу этого ролика и вообще сюжетного режима в целом в мобильной версии Injustice 2 Mobile. Ставьте лайк, если вам не сложно, я же должен понимать, нравится вам или нет. И будьте счастливы, живите богато, здорово и всех благ вам, в общем говоря. До свидания, до новых встреч в эфире канала Mobile Gameplay. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok